Всем привет! Последний домашний матч Евролиги в этом году. ЦСКА Баскет Шоу традиционно с вами. Меня зовут Егор Бедуля. У нас сегодня в студии армейская семья. Ребята, игроки из хоккейного клуба Красная Армия, капитан команды Никита Олейник и Егор Брютов. Ребята, привет! Как ваши дела? Все отлично. Как у тебя настроение, Егор? Настроение кайфовое. Кайфовое настроение. Ну это отлично. Хотел бы сразу пояснить тогда, по какому поводу ребята к нам пришли. Дело в том, что ребята совсем недавно установили исторический рекорд в МХЛ. Подумать только. 23 победы подряд. Я вас поздравляю с этим. Это большое событие. Был ли какой-то момент, когда стало понятно, что рекорд возможен, что совсем скоро рекорд может быть? Сначала, когда начиналась серия, не было такого. Но там, когда мы в 14-ю группу, по-моему, выиграли, и начался отчет нас в пресс-службу, начало вести. Мы там побили и клубный рекорд. Парни понемногу начали об этом говорить, но не придавали значения, потому что, в принципе, это не главное. Но мы очень счастливы, что у нас получилось это сделать. На экране будут показаны слова. Один из вас будет эти слова объяснять, не называя самого слова. А второй будет угадывать, что это за слово. Когда идет бросок, второй выпрыгивает. Блок-шот. Блок-шот. Правильно, отлично. Игрок выходит в 1-0. На нем палят. Назначают... Валение, штрафной. Назначают баскетбольный и хоккейный термины. Штрафной. Назначают в хоккей. Штрафной бросок. Булит. Правильно, булит, конечно. Когда офсайд происходит... Свисток. Происходит подсвистка. Пауза. Еще. Остановка. Судья что делает, шабу? Вбрасывание. Чем ты в хоккей играешь? Клюшкой. Да, ребят, вас не проведешь. Пахнут очень невкусно у нас. Стираем их каждый день. Носки? Граги, вы разные вещи стираете. Краги, краги. Ну, хорошо, что стираете. А когда идет бросок в баскетболе неточный, надо сделать что? Побор. У нас в гостях скаут команды Денис Готлевский. Денис, здравствуйте. Добрый вечер. Вот расскажите, вы скаут команды. В чем непосредственно ваша работа? У меня много работы. Анализировать действия соперника. Мы смотрим статистику, мы смотрим действия соперника. Нельзя сказать, что какая-то или вся работа на мне. Вся работа распределена внутри тренерского штаба, и я делаю свою часть, которая включает аналитику соперника и аналитику очень большого количества взаимодействий, которые соперник показывает. Мы должны все знать, поэтому работаем, чтобы знать как можно больше. Кинопродюсер, большой фанат баскетбола Дмитрий Рудовский. Дмитрий, добрый вечер. Рад вас видеть, за нас в гостях. Спасибо, что вы к нам пришли. Кинопродюсер – это главный тренер или генеральный менеджер? Нет, это генеральный менеджер. В любом случае… Потому что главный тренер – это, наверное, режиссер. Да, это режиссер. Генеральный менеджер может поменять главного тренера, если тот не выполняет поставленную задачу. Может подписать контракт с каким-нибудь игроком, который не нравится главному тренеру, потом его выгонять. Но он руководит, отвечает за весь результат. Я вам предлагаю, мы вам будем на экране показывать фильмы, к которым вы имели самое прямое отношение. И вам надо будет угадать, каков рейтинг этого фильма на Кинопоиске. Ну что, давайте попробуем. Духлест 2. 6,2. 6,2. Ну, давайте посмотрим. 6,6. Близко. Лед. Не, ну, я не думаю, что на Сашу Петрова, знаете, поставили бы там низкую оценку. 7,4. 7,4. 6,8. Ну, это хорошая оценка вообще-то. Нет, так, все, что выше 6, уже неплохо. Это хорошая оценка. Дело в том, что вы продюсер не только баскетбольных фильмов, но и карьеры своего сына, который сейчас играет в Америке. Да, это правда. Расскажите об этом. Он играет сейчас в топовой баскетбольной школе. Она и по учебе топовая, но в баскетболе перед стартом сезона они котировались первыми. Это хай-скул. Хай-скул, да. У меня был день на жизнь 4 декабря. Поздравляем вас. Спасибо большое. 4 декабря в этот же день эта команда играла на Стейплс-центр. Последний раз это называлось Стейплс. Сейчас это уже Крипто Ком-арена. А с кем они играли тогда? Они играли с командой, детской командой Леброна Джеймса. Тимофей играет вместе с Броней в одной команде. Сьерра Кэннин, да? Сьерра Кэннин, да. Это консорциум, который образован несколькими клубами, в том числе российским клубом «Родина», клубом «Рига», «Папос» и так далее. Но сейчас про ЦСКА, да? Часто ли вы бываете на баскетболе? У меня есть традиция, пару раз за сезон обязательно выбираться на баскетбольные ЦСКА и пару раз за сезон обязательно выбираться на хоккейные ЦСКА. Сегодня у нас очень интересный случай. Вы сейчас работаете на Кипре, но кипрского языка, как мы знаем, такого нет. Да, есть греческий язык. Главный тренер нашей команды Димитрий Ситудис, он грек. И мы сегодня сыграем с казанским Куниксом. Это республика Татарстан. На экране будут показаны слова на одном из этих двух языков. И надо будет угадать, что это... Татарский или греческий? Ну, это надо уже будет понять и перевести. А давайте так начнем. Вы владеете как вообще? Все, слева это греческий. Пусть будет... Это составное слово из двух частей. Я понял, я уже понял. Я вижу, что тут пробел есть. Пусть будет баскетбольный мяч. Баскетбольный мяч, давайте смотреть. Это блокшот переводится. Ну, тут уже не знаю. Как считаете, греческий? У меня жена татарка. Я не знаю татарский. Я не знаю, что будет, если вы неправильно переведете эти слова. Ну, я думаю, что это что-то опять баскетбольное. Поэтому у меня не будет рука. Это все баскетбольные термины. Так, ну, хорошо. Тогда это трехочковый. Вот так коротко говорят в Казани. Это краска. Краска? Краска. Трехсекундная зона. Креативный директор футбольного клуба «Папус» Михаил Масаковский. Спасибо большое. Меня зовут Егор Бедуля. Спасибо. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова